Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня мы подведем итоги первой недели в Красноярске, а именно первого этапа Кубка Содружества, по итогам которого лидерами общего зачета стали белорус Антон Смольский и россиянка Анастасия Халили. Отдельно поблагодарю за работу нашего спецкора Анастасию Запорожскую. В общем-то, получились хорошие интервью, материалы и надеюсь, что на второй неделе все будет так же здорово. По итогам турнира 4 из 6 гонки остались за представителями одной маленькой семьи, семьи Смольских, которая обыграла всю большую и великую Россию со счетом 4-2. Да, конечно, наши многие спортсмены испытывали проблемы со здоровьем, последствия болезни, стрелковые проблемы, адаптация к новому оружию, причин достаточно много, но тем не менее результат налицо. Вообще, представительство белорусов на биатлонных стартах у нас является хорошей лакмусовой бумажкой. Здесь я полностью согласен с Дмитрием Губерниевым, что это отличная проверка готовности всех российских биатлонистов. И как раз старты в Красноярске показали, что стабильно соревноваться на уровне Читы Смольских пока нашим лидерам не под силу. Что уж говорить тогда о звездах мирового биатлона, с которыми мы так или иначе стремимся заочно сравнивать наших лучших спортсменов. Антон Смольский вообще второй год подряд сделал хет-трик на летнем этапе Кубка Содружества и показал невероятный запас прочности. В прошлом году ему этого задела хватило для того, чтобы удержать лидерство и зимой. Посмотрим, как будет в этот раз. Белорус показывал невероятную скорострельность и психологическую устойчивость на решающих огневых рубежах, а стойка за 19 секунд это просто мастер-класс мирового уровня, на который никто из россиян пока не способен. Под стать своему лидеру выступили и другие белорусские биатлонисты. Дмитрий Лазовский взял серебро в масс-старте, а Максим Воробей и Степан Данилов отметились попаданиями в шестерку лучших. У Динары Смольской первый блин вышел комом. Пять промахов и 37 место в спринте с огромным отставанием заставили ее даже всерьез задуматься о том, чтобы пропустить преследование, а вместе с ним и автоматический масс-старт, потому что не было бы очков для попадания туда. Но, к счастью, Динара вовремя передумала, провела великолепную гонку преследования, в которой показала лучший результат по чистому времени и поднялась на восьмое место. А через день уверенно победила в масс-старте, не оставив шансов на финише Виктории Сливко. Тем не менее, посыпать голову пеплом российским болельщикам все же не стоит. Год назад белорусы также выиграли у наших летние старты только в Сочи, но зимой пришло время реваншей. Уверен, что так будет и на этот раз. Стрельба лидеров нашей команды в Красноярске, где весьма непростой подход к огневому рубежу и достаточно коварное в плане ветра стрельбище, оставила больше вопросов, чем ответов. Было заметно, что отдельные спортсмены добились прогресса в скорострельности. Это касается и Анастасии Халилии, и Ирины Казакевич, и Анастасии Зыряновой, и в спринте даже Эдуарда Латыпова. Но стабильными попаданиями никто похвастать не мог. Особенно это касается Казакевич, для которой два промаха на стрельбе стоя стали давно неприятной нормой. И с этим тренеры сборной пока ничего сделать не могут. Эдуард Латыпов в межсезонье сменил ложе, и, конечно, процесс притирки вещь сложная, и пока проходит без особых успехов. На тренировках и пристрелках, по словам тренеров, он бьет уверенно и наверняка, а вот в гонке все это куда-то девается. И лидер российской сборной порой хоронит свои медальные шансы уже на первом огневом рубеже. Скорее всего, здесь имеют место психологические проблемы. Эдуард и сам понимает свое ужасное состояние, и даже подумывает о том, чтобы пропустить чемпионат России. Конечно, в межсезонье в состав резервных команд влилось много перспективной молодежи, интересных спортсменов, ради которых пожертвовали рядом крепких ветеранов, которые по спортивному принципу в команду попадали, но перестали прогрессировать в прошлом сезоне и даже сделали шаг назад. Конечно, хочется видеть от вчерашних юниоров феерию, но мы понимаем, что нужно поначалу удовольствоваться и локальными успехами. А таковые есть. Самые яркие из них — это бронза Дениса Иродова в масс-старте. Первая медаль на взрослом уровне. Перешедший в команду Московской области 22-летний экс-юниор в упорной борьбе на финише с матерым Александром Поварницыным вырвал бронзу. Самый молодой участник соревнований, 19-летний Леонид Кульгускин, отличился в преследовании, где стал единственным из мужчин спортсменом, отстрелявшим на ноль, за счет чего отыграл 20 позиций. И, наконец, хороший ход и стабильное попадание в двадцатку может записать себе в актив и лучшая юниорка прошлого сезона Виктория Метеля, да и проводящая второй сезон на высшем уровне Зырянова и Анастасия Гришина оказываются все ближе к пьедесталу. Прописанная в критериях отбора опция по включению в состав команды по решению тренерского совета порой служит миной замедленного действия для тренерского штаба сборной. Если такой спортсмен оправдывает авансы, то все быстро забывают, как он оказался в команде, а если нет, то сразу начинаются разговоры о блате, лоббировании, задвигании более достойных. Именно это сейчас и происходит на фоне очередных удручающих выступлений Киры Дюжевой и Анны Грухвиной, которые занимают место в основной сборной России и при этом не могут попасть даже в топ-20. Налицо прямое несоответствие уровню команды. Будем надеяться, что мы станем свидетелями их стремительного прорыва зимой, иначе к весне уже никакие тренерские советы не смогут отстоять их место в команде. Если говорить о персоналиях, то Грухвина получила второй шанс, как неплохая в прошлом лыжница, но с биатлоном дела у нее обстоят не лучше, чем у Стины Нильсен. Ее присутствие в основе напоминает упорное желание тренера ставить в состав нерадивого футболиста, купленного за большие деньги, чтобы хоть как-то оправдать затраты. Что касается Дюжевой, то тренеры все еще верят в ее скоростной потенциал, но пока красноярская девушка заставляет больше говорить о пирсинге, якорском макияже для подруг по команде и откровенных интервью с ними, но не о биатлонных успехах. Может, при такой многогранности талантов лучше на чем-то одном сосредоточиться. В общем, такая порция критики. Но чтобы вы понимали, я не против ни Грухвиной, ни Дюжевой. Желаю им только успехов зимой. Надеюсь, что они смогут себя проявить, реализовать свои возможности. И пусть эти мои слова станут таким хорошим стимулом для них доказать еще раз, что я снова не прав. Вот так. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на паблики в Телеграме и ВКонтакте. Ссылка в первом комментарии. И не заходите на штрафные круги.